Всем огромный привет! Я очень рада, что вы сегодня со мной. Сегодня снимаю вторую часть видео о коллекции своих лаков для ногтей. И сегодня я покажу вам лаки, которые я не смогла отнести ни в какой блок, а назвала их просто разные. Итак, если вам интересно, то продолжайте смотреть. И я желаю вам приятного просмотра. Итак, хочу представить вашему вниманию несколько оттенков из коллекции, которая у меня будет называться разные. Здесь как и серые оттенки, так и серебристые, и блестки, и различные такие оттенки, которые можно назвать, наверное, перламутрово-бронзовые. Итак, давайте начнем. И первый оттенок, который я хочу вам продемонстрировать, это оттенок из голландской коллекции. Лаки для ногтей OPI. И это серый мышиный оттенок с серебристо-золотистым шиммером, который действительно потрясающе виден на ногтях. Когда вы его наносите в два слоя, он дает вот такое вот плотное покрытие и очень красиво переливается. Вроде бы обычно серый, такой холодный мышиный оттенок, но приобретает, конечно, потрясающую игривость за счет того, что там находится шиммер. Второй оттенок, который я хочу вам продемонстрировать, это также коллекция OPI, и оттенок называется My Private Jet. И не так давно приобретенный мной, но уже горячо любимый оттенок такого, знаете, кофе-шоколада, плюс миллион различных разноцветных блесток шиммера от золотого, серебряного до зеленого. И все то, что можно себе представить, и оттенок выглядит на ромашке вот таким образом. То есть это коричневый, кофейный, очень насыщенный оттенок, который полностью насыщен различными оттенками шиммера. Потрясающая красота, которая играет и сверкает на ногтях. По-моему, это очень игривый лак. Следующий лак, который я показываю вам, это лак от Orly. И это абсолютно обыкновенные, достаточно крупные блестки. Все это выглядит вот таким образом. Специально здесь нанесла вам побуще, для того, чтобы вы поняли, что это просто крупные блестки, которые я самостоятельно не ношу. Но на какой-либо из лаков это очень приятно нанести. Оттенить, может быть, бока тоненькой кисточкой или линию улыбки. То есть все, что угодно этим потрясающим лаком из блесток можно любой лак нарядить. Следующий оттенок, это также компания Orly. Оттенок называется вот таким образом. И вы, наверное, знаете, что этот лак я приобрела на новогодних каникулах. И практически сразу я в него влюбилась. Ну иначе бы, наверное, не взяла. И, конечно же, все праздники я практически проходила с этим лаком. Это очень похоже на My Private Jet, но здесь уже черная основа. Такая, может быть, асфальтная основа. И в котором также миллион разноцветных частичек. Потрясающей красоты лак. Он, кстати, шершавый. Очень похож на такие вот эти сейчас модные песочные оттенки. Выглядит очень красиво. Очень нарядно. И действительно, это все сверкает на ногтях. Темный оттенок я вообще очень люблю и предпочитаю. Ну а когда он еще может играть всеми различными оттенками шиммера, то, по-моему, это красиво и оригинально. Следующий лак, который я хочу вам представить, это лак марки Golden Rose. И оттенок номер 148. Также отличный лак, который в два слоя превращается в потрясающую гамму всех кофейных оттенков, наверное, которые могут быть. Коричневый. Достаточно плотного нанесения. И также он, конечно же, с металлическим отливом. Никаких блесток там нет. Он полностью сатиновый и металлический. Красивый, шоколадный, темный и оригинальный. Следующий оттенок, это также Golden Rose. Линеечка Magic Color. И здесь оттеночек номер 331. Обожаемый мой лак. Достаточно прозрачная у него основа. Такого бронзово-серого оттенка. С очень красивым и серебристым, и золотистым шиммером. Вот так вот он выглядит. Он, как вы видите, прозрачный. Его можно наносить на любой бежевый, коричневый лак. И каждому лаку он, конечно же, придаст игривость, придаст нарядность, праздничность. То есть, такая прозрачная гамма с блестками, но уже коричнево, наверное, такой зеленовато-бронзовой гамме. Следующий оттенок также из Golden Rose. Из линеечки Magic Color. И его оттенок номер 336. Бежево-коричневато-бронзовый. И, конечно же, золотой-золотой. Выглядит он вот таким образом. Очень красивый. Переливается на ногтях с золотом. Даже где-то иногда у него присутствует какой-то такой и серебристый отлив. Даже что-то сиреневое он иногда вылавливает. Очень нежный. Такое металлическое у него покрытие. И в два слоя он смотрится именно вот таким вот образом. Красивый лак, который можно также соединять, например, с предыдущим. И будет еще более нарядно, еще более красиво. Следующий оттенок это лак от Ириск. Ириск, не знаю как правильно, простите. Профессионал. И его номер 017. Это абсолютно обыкновенный серебристый лак, который действительно дает абсолютно плотное покрытие. Такого серебряного оттенка. Абсолютный сноу, абсолютный зимний, снег, иней, мороз. Полностью на все ногти я его не наношу, конечно. Но использовать на одном паре ногтей или сделать какие-то акценты тонкой кисточкой. Очень красиво и, кстати говоря, очень удобно. А, честно говоря, кисточка, если вам интересно у Ириска, я думаю, все предыдущие вы знаете, не очень удобная. Она вот так вот расширяется, достаточно толстенькая. Вообще лак наносить не очень ей удобно. Ну и последний оттенок на сегодня это Essence. И оттенок номер 73. Один из любимейших лаков. Коричнево, пурпурный что ли. Какой-то вот такой он имеет. Очень интересный оттенок. У него есть сиреневые переливы. Он слегка такой может быть бензиновый, как я их называю. То есть, действительно, шоколад с вином. Вот я бы, наверное, сказала именно как-то вот так. То есть, я такие оттенки предпочитаю. Я такие оттенки очень люблю. На моих ногтях и коже, которая находится рядом, они смотрятся красиво и они подходят мне. Я с такими оттенками лаков чувствую себя очень комфортно. Вот и, в общем, вся та палитра лаков, которые разные. Я действительно не знала, куда их конкретно можно отнести. Но они действительно все разные. Они и серые, и коричневые, и серебристые, и черные. И слегка бронзовые, и бежевые, и любимые бензиновые, шоколадно-фиолетовые. Классные лаки, люблю их и постоянно ношу. Надеюсь, я была вам чем-то полезна. Я надеюсь, что это видео оказалось для вас интересным. Если вам есть, что еще у меня спросить, обязательно сделайте это в комментариях. И если вам есть, что мне порекомендовать из каких-то интересных оттенков лаков, то я тоже прошу вас сделать это. На сегодня это все. Мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. А я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok